Девочка-пай 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 В прошлый раз ваше дело было отложено. Вам давали время для примирения. Отвечем. Встаньте. Вы пытались восстановить хорошее отношение? А оно не халкмати. А мне туда нельзя привляться. А вы хотели бы сохранить семью? Да. Вы любите свою жену? Да, очень. А вы, истеца, встаньте. Вы любите своего мужа? Люблю. Вы хотели бы сохранить семью? Разумеется. У нас чудесный ребенок. У вас ребенок? Сколько лет? Два года. Ребенку два года. Вот видите. Но при таком муже это просто невозможно. У него искаженное мнение обо мне. Да мнение жена обо мне такое же. Господи, как несовестно. Мы не будем сейчас. Хорошо, не будем. Когда у вас начались нелады. Почему? Причин много. Я даже не знаю. Границы не было. Постепенно. Ни разу меня с работы не встретил. Стал нагло себя вести. Буддить меня. Выяснять отношения. Но Андрей-то учится на вечернем. Да. Другие почему-то и оттуда вовремя возвращаются. Да вот так у меня все. Кто-то сказал, позвонил. Оказывается, ты не звонил вовсе. Звонили. Один раз его задержался на 40 минут. С группы своей. Я с него волнуюсь. Жду меня. Трясет все. Когда приходит, я плачу. А он предпочитает отмалчиваться. А как-то проучить его. Не разговаривать, например, с ним в том деле. Понимаю. А вы что скажете? Отвечем. Я считаю, жить надо нормально. Один раз пришел, поздно. Она царапается. И другие дела будут теперь все время поздно приходить. Она постоянно подозревает. Не верует в себя. Ну, конечно, мне это злило. Было это у нас основание. Я же сделал выводы. Подавался явлений, даже не ожидал. Суд и все. Вы можете что-то сделать, чтобы исправить положение? Мы, видимо, не подкользим друг другу. Разные точки зрения по всем вопросам. Скандалы. Ну и что? Ну ведь нет людей абсолютно во всем одинаково. Это было бы невыносимо скучно. Лаврова, вы поддерживаете иск жены о разторжении брака? Нет. А вы, Лаврова, не изменили свое решение? Не изменила. Лавров, вы когда-нибудь задумывались, что значит для человека любовь, семья? Не задумывался. Ну, это же не легкомыслие. Это цинизм какой-то на привательское отношение к жизни. Да не только к своей, а к жизни своих будущих детей, будущего поколения. Лавров, вы когда-нибудь задумывались, что у вас могут быть дети? Нет. А следовало бы подумать. Лавров, расскажите суду, что у вас там случилось? Несходство характеров. Это общая фраза. Невозможность создать семью. Нет ничего общего. Он пьет. Не так уж. Вообще-то не пьет. Он вас бил. Что? Лаврова. Вы поддерживаете иск мужа о разторжении брака? Нет. Не поддерживаю. Как вы считаете, почему ваш муж настаивает на разводе? Он считает, что я ему изменила. Он правильно считает. Это не имеет значения. Как же не имеет значения? Изменяли вы ему или нет? На этот вопрос я отказываюсь отвечать. Ваше право. Но имейте в виду, что вы это делаете во вред себе. Может быть подождем? Отложим решение вопроса. Уважаемый суд, для меня все решено. Семей тут не будет. Давайте сразу. Привет. А я все думала, позвоните или не позвоните. Вы не представляете, что с вами в чем-то. Когда все сидели и хохмели. А вы вдруг встали и вышли. И я тоже встала и пошла за вами машинально. Я не понимаю, почему я так сделала. А потом опомнилась. Вернулась. Я себе еще тогда сказала, господи, какое свинство. Ушел и даже не попрощался. Странно. А почему вы так сказали? Мы как будто с вами не здоровались. А я вот сказала. А потом еще выяснилось, что вы не ушли вовсе. Я тогда совсем соображение потеряла. А вы вдруг говорите. Только не упрощение. Я всегда ухожу. И следую. Да так-то по заводу всех знаешь. Там оказались инженеры, слышимого за заводами. Сиделась. 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 Тебе там не тяно? Нет, все в порядке. Ну как же в порядке? Ты ничего не видишь. Почему же? Я все вижу. Нам пациент. Вот так? Не понял. Мне это не нужно. Я просто хочу, чтобы тебе было удобнее. Вот так. Ты что, сухую булку ешь? Там у меня колбаса, масло. Возьми. Зачем? Я могу и сама к устрамам сходить. Зачем ходить, когда все есть? Ну смешно же. Ну а купишь мне завтра? Ну грамм пятьдесят колбасы. Алло. Добрый вечер. Будьте любезны Митю. Сейчас. Тебя. Тебя, тебя. Алло. Теперь я решила тебе позвонить. Ничего? Ничего. 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 Что ж, будем довольствоваться этим. А я сегодня должна была в Грузию уехать. У меня отпуск уже два дня. Решила, не поеду. Ну зачем же это? Тебе неудобно разговаривать? Я перезвоню. Тогда прости. Здравствуйте. Здравствуйте. Я по объявлению. По какому объявлению? По объявлению квартиры. Здравствуйте. Здравствуйте. Это я подал объявление о размине комнаты. Нам рано или поздно придется разъезжаться. Прости. Я тебе не успел сказать. Учти. Если тебе понравится, я согласен. На все, что предложено. Проходите. Садитесь, пожалуйста. Вот это ваша квартира, да? Там кухня. Чудесно. Чудесно. Присаживайтесь. Спасибо. Да. Знаете, боюсь, что наш вариант вам не подойдет. У нас не две раздельные комнаты в разных районах. Одна большая. Почти 50 лет. Разделенная капитальной перегородкой. Фактически две комнаты. Перегородка почти капитальная и почти звуконепроницаемая. Подождите, я не понимаю. Что значит почти капитальная? Ну, почти совсем ничего не слышно. Дело в том, что мы эту перегородку сестру и сами поставили. Мы решили так. У человека должно быть местным. Где он будет отдыхать, где он будет один. И действительно, как только мы поставили перегородку, я стала человеком. Я в любую минуту могу пойти в гости, а когда я возвращаюсь, я там. Тогда зачем же вам съезжаться? Молодой человек. Дело в том, что у меня так сложилась жизнь, что нет семьи. А теперь моя семья посуществует и моя сестра. Вот у меня фотографии. Действительно, попробуй. Казалось бы, пустяк перегородка. Но что это значит? Отдельные входы, отдельное хозяйство. Чашки там, ложки тут. Я не ожидала, что это будет подгрузка. Зачем же вам разменивать комнату? Не проще ли сломать перегородку? В том-то и дело, что ликвидировать ее невозможно. Оказывается, когда мы ее ставили, мы должны были получить на это специальное разрешение. А мы с сестрой не подумали и не получили. И вот теперь это означает, что они не могут дать разрешение на то, чтобы ее снять. Подождите, почему же не могут? Вот это как раз и понятно. Как они могут дать разрешение снять перегородку, которую они не разрешали ставить? Я и права на это не имела. А теперь мне придется идти к инспектору, и он все равно не разрешит. Так зачем же идти, если все равно не разрешит? А затем, чтобы получить отказ. А зачем вы должны получить отказ? А затем, что когда я получу отказ, я смогу обратиться дальше. Так может быть сразу обратиться дальше? А пока я не могу, спасибо, обратиться дальше, потому что у меня нет резолюции. Да неужели нельзя им объяснить? Что я могу объяснить, когда я допустила нарушение, когда я сама виновата? Так вот и объясните, что вы сами виноваты. Это они мне и сами объясняют, что я виновата. Что бы ни богу из НД делаться проблемой? Ну хотите, я к вам приду с пересенья и сломаюсь перегородку. Как же вы не сломаете? Слона у меня почти капитальная. Ломать не строить. А бревна куда? Вот такие бревна? Бревна во двор. Они там будут все загромождать. Не будут. Их кто-нибудь по старой российской традиции унесет. Куда унесет? Как и вы, перегородку ставишь. Что? Вполне возможно. Взять. Сломать. Снести и все. Кто-нибудь возьмет, чтобы поставить перегородку у себя. Там, кстати, прекрасный дом. Да, у вас-то проблема посерьезнее. Разъехаться на две комнаты в разных районах это сейчас непросто. Я не спрашиваю, почему вы съезжаетесь. Что делать? Это жизнь. Сначала встреча. Что нельзя не то встреча? Потом расставание. Годы бегут. С одним человеком. С другим человеком. Добро бы с чужими. С друзьями. Добро бы с друзьями. С близкими. Казалось бы, зачем расставаться с близкими? Чтобы потом расстраться со всеми вместе. Я пойду, пожалуй. Извините, я пойду. Да ничего. До свидания. До свидания. Счастья вам, Андреевич. Спасибо. Мог бы и со мной посоветоваться. Объявление дал. И много таких объявлений написал? Много. И где расклеить указал? Указал. Все расклеил или еще остались? Еще остались. Может быть, вместе пойдем расклеить? Можно и вместе. Пойдем. Пускаешь пузыри. Изображаешь из себя спокойного. А что волноваться? Ну, Делец. Ну, Маклер. Раньше бы свою деловицу проявил. Получили бы двухкомнатную квартиру. Это я, Делец. Я, Маклер. Это друг твой, любитель, фотограф. Вот кто, Делец. Да кто тебе дал право так о нем говорить? Да что он тебе сделал плохого? А я из нее с женой развелся. Ты сам себя развел. Кто где ночевал? Я или ты? Ты вообще думала, который час? Я все время думала. Который час? Двенадцать уже. А потом думаю. А чего я трясусь? Никто не трясется, а я трясусь. Ничего не знаю. Моя жена не ночует дома. Но вставляет мне рога. Ну, какие рога? Какие рога? Ветвистые. Что я должен думать о своей жене? А что ты должен думать? Если она твоя жена, и ты ее любишь. Вот любовь это не надо. Современный человек. Как девчонка ведешь себя. Да все остались. И я осталась. Все. Это все. А ты моя жена. А жена это что? Значит клетка? Да? Мое. Так значит для тебя это была клетка. Что ж ты раньше не говорила? Я бы тебя выпустил. Летай. Мужчина. Взял бы и дал по морде. Удерживай. Если ты муж, так воспитывай. Вот у нас и в суд повел. Молчи. Еще слово скажешь? Запущу тебя в чем-нибудь. По башке по твоей запущу. Раньше надо было запускать. Сейчас я тебе никто. Ты сама этого хотела. Я этого не хотела. Хотела. За что боролась, на то и напоролась. Всем хорошо. Зачем же тогда женился? А дурак был. И все дураки, кто женится. Написать бы всем на лбу в УКУДЕ. И пусть ходят. Любуются. Вот я сейчас возьму. И уйду. А, иди. Смотри, я иду. Иди, иди. Ты только вещи забыла. Действительно. Значит, собираешься? Собираюсь. Нет, подожди. Давай поговорим. Почему это ты уходишь? Собирай меня руками. Смотри. Тут твой искатель, который бабушка подарила. Ты оставайся. Я к сладке пойду. Где мое белье? Где моя рубашка? Смотри, какая ты у меня хозяйка. Нет уж. Оставайся ты. Телефончик дал уже. Уже звонят тебе. Тоже по обмену. Знакомая звонила. И любая от тебя уйдет. И знакомая твоя уйдет. Пусти меня. Садись. Я уйду. Ты уйдешь, и я уйду. Оставлю дверь открытой. Пускай покрадут. Телефончик дал уже. Фамилия? Кириллашвили. Образование? Детикласс. До этого состояли в браке? С Цветковым Юрием. Причины расторжения данного брака? Он не работает. Не учится. Не мне не дает. Жили мы плохо. Он меня всячески оскорблял. Говорил, что я проститутка. Что у меня за три рубля купил. Разве так можно? О том, все эти оскорбления, которых я совершенно не заслужила. Но вот муж пишет в своем объяснении, что вы хотите вернуться к своему первому мужу. Просто он услышал телефонный разговор и построил на этом всякие нелепицы. Давид Кириллашвили. Давид Кириллашвили, вы поддерживаете иск жены о расторжении брака? Я не согласен с тем, какие она указала причины. Здесь причины совершенно другие. Почему вы не работаете? Я работаю, но на дому по состоянию здоровья. Чем же вы так больны? Я 14 лет лежал в гипсе. У меня был туберкулез. Товарищ Исутик, поймите одно. Лариса, она не такая уж плохая девушка. Я ее любил. И сейчас не буду. Ну почему же вы не давали ей учиться? Эээ, нет. Товарищ Исутик, поймите. Лариса, она вам не свои слова говорит. Вот здесь сидит ее мать. Она все за ней повторяет. Ее мать так сказала. Пускай его родители, мои родители построят ей кооперативную квартиру. А она думает, что грузины все богатые. А грузины есть разные. Есть богатые, есть бедные. Не нужен. Да. Истинца, он правда говорит? Вообще. Он не любит меня. Ну вот он говорит, что любит. Нет, он не любит меня. Я люблю, ты это знаешь. Нет, не знаю. Ты это знаешь из звонков, которые я тебе звонил. Кириллашвили. Нет. Почему вы считаете, что ваша жена хочет вернуться к своему первому мужу? Нет, сама она не хочет. Она порядокная девушка. Опять же, все ее мать. А потом будет три несчастных человека. Нет, не будет три несчастных человека, товарищ судья. Она, она Юрия Цветкова любит. Ушла от него по легкомыслию. И вот теперь возвращается. Да, да что? Так хотя бы не будет лжи. А что нам кириллу Рашвили обещали? Купим вам кооператив. Купим вам кооператив. И где он ваш кооператив? Нет. Не умеете ли вы себя в суде? Покиньте зал. Еще осталось. Садись. А вы снимите головной упор. Судей все-таки. Если бы он меня любил, хоть что-нибудь придумал бы. Почему мы должны жить втроем? Товарищи судья, поймите, ну я жму ни в чем не обвиняю. Товарищи судьи, ее мать считает, что у Ларисы три сердца. Первое для первого мужа, второе для меня, третье, еще для кого-то. А я считаю, что сердце, оно должно быть одно. Но, граждане судьи, я хочу сделать дополнение. Пожалуйста. Товарищи судьи, я прошу вас удовлетворить ее ходатайство. Пускай у нее будет новый хороший муж. Новый кооператив. Пускай у нее все будет. Пусть она будет сейчас. Суд удаляется для принятия решения. Сколько можно? Двухличная же ты! Двухличная! 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Разрешите с вами познакомиться? Разрешаю. Я давно хочу с вами познакомиться. Но я тогда давно уже здесь. Пару раз других за тебя принимал. Они были лучше меня? Пока нет. Ты какой-то шабудной. Ты сам не знаешь, чего хочешь. А вокруг ходят и бегают девушки. Чем-то беспокоят. И это неправильно. Это некрасиво. Это невежливо. Обидно. Это несправедливо. Я сегодня утром так испугалась. Митя, я испугалась, что меньше люблю тебя. А потом в 4 часа мне вдруг стало так тоскливо по тебе. Так тоскливо, Митенька. Нет, подожди. Подожди, мне сейчас сердце выскочет. Слышь. Можем, пойдем так. Ты думаешь? Хорошо. 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 Продолжение следует... Не так у нас с тобой, но ты не только боишься поверить, что я тебя люблю, ты все еще боишься поверить, что и ты меня любишь. Но ведь я ничего от тебя не люблю. Ну ничего, Мить, я просто хочу любить. Ну хочешь, будем как в школе дружить, ну хочешь, как за границей. Я твоя девушка. Ну только не молчи, прошу тебя, не молчи, ну скажи что-нибудь. Прошу. Хочу так. Котя, стучаться надо. Прости, не знала, что ты не один. Забыла тут кое-что. Будут письма, принесешь в общежитие. Забыла тут кое-что. Причина развода? Нисходство характера. Сколько лет состоите в браке? Около 10 лет. 10 лет. И что же у вас сейчас случилось? Мы пришли к выводу, что настоящего чувства на меня нет. Какие у вас претензии к жене? У меня нет никаких претензий. Если у вас нет претензий, где же тогда ваша несовместимость? В чем она заключается? Товарищ судья, это сложный вопрос. Об этом психологи пишут книги. У вас есть сын? Это мой сын. Муж его усыновил. У отца с ним нормальное отношение? Чудесное. Видите, у всех чудесное отношение. А вот что получается. Никулина, вы согласны на развод? Согласна. Согласна. А потом локти кусать будете. Целую жизнь вместе прожили. И вот, остаетесь одна. Не знаю, оснований для развода нет. Подождите, подождите. Как нет? Я же указал причину. Это не причина, это отговорка. Ну хорошо, мы хотели обойтись без подробностей, но если это вам так необходимо, то пожалуйста. Необходимо. Я встретил женщину, с которой много лет назад нас связывало сильное чувство. Мы поняли, что любим друг друга до сих пор. Встретили женщину. Но это другой разговор. Вы говорите, что вас связывало сильное чувство. И что же вам помешало вступить в брак? Поймите. Наши пути разошлись. Пожениться нам не удалось. И когда я снова встретил, она была уже замуж. Вышла замуж? Да, вышла замуж. Так сложились обстоятельства. В итоге я вступил в брак с моей теперечной женой. Мы знали друг друга с детства. Тогда она жила одна и имела ребенка двух лет. Была несчастной. Так. А сейчас вы встретили свою старую знакомую. И когда это случилось? Где-то было года назад. Она также подалась к расторжению брака. Детей у нее нет. Значит, две семьи распадаются. А стоит ли это? Ведь никому неизвестно, как служится жизнь у вас с вашей новой знакомой. Не вам, не ей. Давайте все-таки подождем. Отложим решение вопроса. Уважаемый судья. Я не знаю, как это сформулировать для решения суда. Но прошу вас удовлетворить, если. Дело в том, что мы уже год живем в одном доме, как чужие люди. Я не могу видеть своего мужа. Каждый день видеть своего мужа, который любит другую женщину. Пожалуйста, решите это сейчас, если вы можете. Ну хорошо. Все поддаляется для принятия решения. Привет. Привет. Спасибо, что принес. Пожалуйста. Как живешь? Нормально. А знаешь, я за тебя рада. По-моему, Ирина Григорьевна очень хорошая девушка. Как Арина Григорьевна? Уже не. Не знала. Надеюсь, у вас все в порядке? Все в порядке. По-моему, она очень чувственная. Вполне возможно. Да я ведь правда желаю тебе счастья с ней. Так, значит, у вас все решено? Пока нет. Но скоро решится. Нет, я рада, что именно она. Ну, во-первых, вы очень подходите друг к другу. А во-вторых, она тебя действительно любит. Это же главное. И вообще, тонкая, оригинальная, интеллигентная девушка. Честное слово, я рада. Немного нервная. Поначалу это ничего. Но в домашней жизни не очень. И побольше бы ей самолетов. Никогда не надо быть смешной. Чем же она смешная? Прости. Она обо мне ничего не спрашивала? Нет. А что-нибудь говорила? Тоже нет. Доказывает ее ум. Ну, знаешь, Митя, может быть, это какой-то атовизм, пережиток. Но ты лучше не лезь ей на глаза вместе с нею. А что? Боюсь, придушу ее. Друзья, интересны у вас. Начинаем наш лечек танцев, которые, как божие, танцуют все. О-о-о! Как шеврит понеджары, так же пьетло, 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 пьетло. Как шеврит понеджары, так же пьетло, пьетло, пьетло. Так, Миронова, поддерживайте иск мужа расторжения, не мог бы сдержаться. Нет, ну, посмотрите, начитанный вроде человек, а грубит, нетрезвый пришел. Я с ним и по-хорошему, и по-плохому, не поддерживаю никакие иски. Миронов, причина расторжения брака? Нет, ничего общего. Когда детей рожали, было общее, да? Две дочки у вас? Мир-то будет между вами? Нет, об этом не может быть и речи. Если бы она воспитывала детей более по системе, она же воспитывает их так, что результаты плачевные. У дочек ко мне никакого авторитета, о чем я недосуственно предупреждал и намекал. Ну, авторитета добиться можно только лично. Конечно. А не по средствам жены. Миронов, отца. Миронов, он же менял вам? Нет, на данном этапе я ни кем не увлекаюсь. Когда вступили в брак? А, наверное, это была та счастливая минута, которая не оставила следа вашей памяти. Миронов, в брак вступили когда? 23 октября 2003 года. Любили прежде друг друга? Да не знаю, сошлись только любви вроде. Миронов, вы настаиваете на расторжении брака? Да, настаиваю. Мы с ней не подходим ни по культурному уровню, ни по чему. И в отличие от нее, мне, например, нравятся книги, музыка. И я закончил университет. Да они все с образованием. И он, и отец, и мать его. Вот и доводят меня, как атаманы. А я на них никто. Призрак, словно. Миронов, может быть, возьмете на себе обязанность привить жене любовь к искусству? Не знаю, не знаю, я обещаю. Почему? Мне будет трудно. Я не хочу стать пьяницей, она меня заставляет. Как заставляет? Ну как, как, денег не дает. Какое-нибудь позаимство, что ж до сгури напьешься? Миронов, две дороги перед вами. Первое, это быть главой семьи. Радоваться, что у вас две дочки растут. Что жена счастлива. Конечно. И другая, злодейка с наклейкой. Может быть, постарайтесь вернуться в человеческое состояние. А сейчас вебний, вечно юный танец частом танцуют все. Ты ведь слышал про меня? Что-то слышал. Что слышал? Забыл. Ты слышал, что я с мужем развелась. Почему-то считается, что это большая неприятность. Как пункт, скорее все стараются себе хозяина найти. Скорее свою свободу кому-нибудь продать. Или чужую купить. Взаимное рабство. Знаешь, а ты права? Нет, правда. Ты всех так, что останешься одна. Вот я осталась. И ничего. Если захочу, что не найду себе. Сколько вас за ним без дела болтается. Или не пропоркает себя. А на Западе вообще больше всего встретится одинокая женщина. А я обычно считаю, что любовь и душа. Это совершенно грязные вещи. Но что сильнее, дружба и любовь. Можно ли любить, не отружить. А могут-то. Дружить и не отружить. Можно ли отружить. Только нервы у меня совсем никуда отстали. Вчера шла до Садовой. Идет грузовая машина. И шапион хотел затормозить перед трамвайной остановкой. Машину пливернуло. Прямо на людей. Там люди стояли на остановке. И одна женщина закричала. Я прочь оттуда. Бегу, а все я слышу. Все кричит женщина. Все кричит, кричит, кричит. Ты не думай об этом. Вот я шестивый человек, потому что научился бывать толкай и помним себя хорошим. Скажи себе, я об этом не думаю? Я об этом не думаю. Я об этом не думаю! Еще! Я об этом не думаю! Я об этом не думаю! Беляев, примириться с женой не хотите? Ни малейшего желания. Основная причина. Я ее ненавижу. И не могу находиться в одной комнате. Есть женщина, на которой женю сразу же после расторжения брака. И она об этом знает. Потому и тянет. Сколько лет вы прожили вместе? Просуществовали. Семь лет. Откажете в этот раз? Через десять дней принесу счет на заявление. Гражданка Беляева, поддерживайте их к мужу о расторжении брака. Ни за что. Сколько людей не любят друг друга и живут? У него есть другая женщина. Другая женщина у всех есть. Человек вас ненавидит. Зачем вам это нужно? Да на суде он что хочет скажет. Нельзя же ежемесячно выдавать заявление. Нельзя ежемесячно высвать по повестке. Вы уже ни разу не явились. Ну вот если бы вы ему месяц не разрешали заявление в суд подавать, то мы за это время, может быть, и помиримся. Я ее к себе не пущу, и к ней не пойду. Как же, помиримся мы за год. Ну хорошо, но не год, но два месяца дайте срок. А сейчас вашему вниманию предлагается медленный танец. Парни, приглашаю девушек. Парни, приглашаю девушек. Парни, приглашаю девушек. Парни, приглашаю девушек. Вы утверждаете, что Шумилов ругался нецензурно Ругался Это было просто ругательство или именно нецензурное? Именно нецензурное Но ругательства бывают разные Например, в газете или в журнале это может быть напечатано Нет, в газете этого не может быть напечатано Вы можете сказать точнее? Может быть это было слово, ну скажем, изверги Я могу разобрать, что цензурное, а что нецензурное? Извините меня, но меня по всякому слонял Ваша жена говорит, что вы в квартире в любое время суток ругаетесь на нее нецензурное Да, это было, но я правда выругался только про себя Про себя? И никто не слышал? Возможно, вот она и слышала Как же она могла слышать? Ведь разговорной речи у вас не было Возможно, возможно, разговорная речь и была Вот жена утверждает, что вы бьете ее в местах общего пользования Бросили в нее чайник Вы подтверждаете это? Частично Чайник я хоть и бросил Но только ради интереса И только в пол А у меня еще случай, когда я ее ударил Но это исключительно из-за того, что она портит своим воспитанием нашего ребенка Почему-то вы воспитываете ребенка только в пьяном состоянии Утюг вы хватали? Зачем? Ну, так, подержать Гладить, что ли, собирались? Гладить? Мне ничего не надо было Кто у вас отобрал утюг? А-а-а Соседка Расскажи, как рубаху на мне и зарвал Рубаху? Ха Рубаху я зарвал исключительно из-за повседневных упреков Пьете? Ну, выпиваю, но пьяным, замечен не был И подобран тоже никем не был Но мир-то будет между вами За последнее время скандалов не было За исключением того случая, когда я ее ударил Когда? Я точно не помню Кажется, какой-то праздник был День рождения, мой? Точно Продолжаем наш вечер Не пекошей не вселиться Продолжаем додзима Субтитры делал DimaTorzok Ты лично читаешь? А что? Та Микша слышала? Что слышала? Дворят? Дворят у кого-то Как порезал? Не знаю, я думала, ты знаешь Кому порезал? Когда порезал? Да кто тебе сказал? Кто-то из города приехал Вот обормот Человека порезал Теперь все Это я виновата Это все из-за меня Теперь судить будут Девушка, девушка Подумайте Муж мой Две недели как развелись Вдруг узнаю Человека порезал Вот обормот Врача! Врача! Отойдите! 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 Вâто Тот Человека вы куда? Девушка у меня в жене Сегодня неприемный день Девушка мне не по болезни Да всем вам не по болезни. Ладно, сейчас пусть бахилу оденьте. Привет. Я не сказала, что ты полезен кого-то. Да нет, кто-то слух пустил. Как? Я нормально. Митя, а ты мне не брешь? Ты мне правду говори. Ты кого порезал? Да никого не порезал. Я скучаю по тебе, Митя. Я скучаю по тебе, Митя. Я скучаю по тебе, Митя. Тише, тише, это меня выгонят. Я скучаю по тебе, Митя. А ты-то как? Вот что главное. Ты-то по мне скучаешь. Скучаю. Я знала. Я знала, что скучаешь. Митя, ты ходи ко мне каждый день. Тут приемные дни, ну раз придешь, так пусть он. Каждый день ко мне приходи после смены. Как ты себя чувствуешь? Ничего? Я ничего себя чувствую. Когда как? Все, пора, пойдемте. Лаврова, пойдемте. Мы все, пора. Уже сейчас. Пойдемте. Пойдемте. Миша. Пойдемте, Лаврова. Берегись. Пойдемте. Осторожно. Я скучаю. Я скучаю по тебе, Митя. Я скучаю по тебе, Митя. Я скучаю по тебе, Митя. Я стучаю! Спасибо за просмотр! 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 Спасибо за просмотр!